всем здравствуйте и сегодняшняя тема в рамках разговора о псалмах это 94 псалом который начинается со слов эль накамод адуна и эль накамод хуфия бог отмщения господь хаше бог отмщения и весь этот салон вот пока не останавливаюсь но уже само его начало отмщение бог отмщения бог мести он значит ситуация с ним довольно интересно его из те кто комментирует сам мы по своему выбору 94 псалом редко выбирают для разбора более на самом деле его все знают этот псалом те кто молится регулярно это псалом песни которые левиты пели в храме пьем рви то есть по средам вот у нас сегодня начинается и значит этот день этого дня эта песня этого дня но его не любит разбирать просто потому что особенно сегодня потому что тема бог отмщения она как бы не соответствует сегодняшним желанием того что хочет слушать публика вот здесь я есть известная агада по поводу сказал вот я уже забыл кто по-моему рабе ли это раньше когда у людей водились денежки там именно вот такое слово не деньги а денежки они были готовы слушать законы и серьезные темы сегодня же когда у людей положение когда у людей положение несчастное они предпочитают слова утешение и агаду то есть как бы темы которые появляются в лекциях и в проповедях они всегда как-то ориентируются тому что хоть о чем хотят слушать ли сегодня люди не хотят слушать об об обещании а хотят слушать о добром боге поэтому этот целом он как бы регулярно его пытаются пройти сторонам даже несмотря на то что он еженедельно читается во всех синагогах то что этот псалом желает пропускать на самом деле это не сегодняшняя мысль она куда более древняя дело в том что девяносто четвертый псалом находится в списке псалма псалмов вот четвертая книга псалмов начинается с 90-го псалма с 90-го псалма первые одиннадцать псалмов традиция приписывает маше с 90-го по сотый включительно вот псалмы с 92-го по 99-й входят в каббалат шаббат точнее так она начинается с 95-го того который идет сразу за этим 96-й 97-й 98-й 99-й потом читают лоха дади потом читает 92-й 93-й то есть 94-й опять обходят он там как бы не на месте то есть 94-й псалом он такой псалом который ну он о месте свыше причем молитва начинается эль накамод хашем и медраж великая месть которая стоит между двумя двух имен Всевышнего вот между вот бог и вот хашем а вот месть вот просто вот вот я весь мир раз прочитал великое отмещение которое стоит между двух имен бога как бы при этом я сразу хочу заметить что место этого псалма в блоке псалмов от 90-го до 100-го я прекрасно понимаю он там если читать книгу подряд он там на месте я сегодня попробую это немножко показать что он там на месте и он осмысленный минус 10-й но он он говорит именно о месте при этом два имени с которого начинается псалом эль и хашем обычно первая мысль которая посещает всякого еврейского человека который читает еврейский текст а шем имя милосердия раши в самом начале своего комитета эль это имя суда то есть отмщение которое заключено между судом и милосердием вот это уже некоторый фундаментальный позиция авторсов который одновременно обращается через обращение к богу по имени хашем это обращение личное не абстракция это лично это не вселенская сила это мы с тобой на ты благо в русском языке это есть и это всегда милосердие в данном случае месть как часть милосердия в чем просьба бог отмещения бог отмещения появись я вы могли бы заметить очень не люблю ученые слова они у меня в пассивном запасе но в данном случае есть хорошее греческое слово которое здесь правильно потребить это просьба о том что называется теофания на греческом языке и это термин в теологических трактатах и в научных трактатах религиоведения это явление раскрытия бога не в том смысле что божественное присутствие должно как-то проявиться вот эта просьба о проявлении именно бога через отмщение не через сияние как мы привыкли теофания явление бога на гору сина в в в последних словах маше и сказал гошем и сказал гошем синая пришел светил сыра появился с горы парам но дальше у него в правой руке огонь закона его такое появление это появление просьба о том чтобы проявился суд но и я покажу что суд о котором идет речь это такой гибрид милосердия с судом именно с жесткостью с судом но вот в том же на том же уровне на каком говорится о страшном суде вот я грубый пример привожу ну вот где-то вот так поэтому псалом который начинается с этого он понятно что страшно а мы сегодня пугать население не любим и не любим его ну последний период когда кончили пугать население это приблизительно ну то что по меткому выражению хейзинге называется конец осени средневековья это приблизительно восемнадцатый век начало восемнадцатого века с тех пор как бы вот это запугивание чем-то оно резко сократилось оно там было ну пик некоторый до этого его не было там опять длинная история культурологическая чисто но еще раз вот молитва об этом что для нас важно вот как проявляется в этом псалме комбинация милосердия и суда второй стих янасэ шофэд ха арэц ха шэф гмуль аль гэйм вознесись вознесись это немножко сложно на самом янасэ это вознесись судья земли воздай воздаянием верни воздаянием дословно или установи воздаяние на тех кто слово гордец переведено как принято в современном иврите и в мишнаитском иврите на самом деле гэйм те кто ходят задрав голову на самом деле взойди на престол суда вот это хэнасэ вознесись это взойди на престол суда далее идет обращение адмата рошаин ха шэм адмата рошаин я я лозу доколе злодеи доколе господи будут торжествовать злодеи вот адмата рошаин вот этот вот знак здесь требуется обязательная пауза ха шэм точка запятой доколе злодеи будут торжествовать справлять торжество вот здесь как раз некоторая проблема которую ну обратили внимание на самом деле хабадники начались с любовеческого последнего о том как переводить имя ха шэм дело в том что имя ха шэм которое мы переводим как господь оно естественное мы в молитве читаем имя адмут имя господство мы заменяем их как известно это имя не произносим а заменяем и перевод он отражает то как мы то что мы произносим в молитве но дело в том что это имя оно как бы ну если дословно переводить то это дающее существование если вам интересно как дословный перевод этого имени это дающее существование корень здесь хаба возникать с учетом иврита библейского иврита не современного библейского иврита глагол существовать он активный в иврите не вспомогательный а активный это не просто существовать а это быть тем что ты есть это намного сложнее я всегда привожу один и тот же пример я считаю что он актуален и вот от его повторения многочисленного не проиграет ни капельки сравните Вася был со мной ну давайте как положено Роувен был со мной и Бог был со мной все мы понимаем что это разный смысл что Роувен был со мной это просто указание что когда-то Роувен находился рядом со мной а Гошем был со мной это куда более активное это он не просто присутствовал он вмешивался он определял мое существование и существование того что вокруг меня вот к несчастью это в переводе не отразить по этому поводу когда Господь мы переводем имя владычество да но это не совсем то что нам нужно и у нас но у нас просто ну традиция перевода в данном случае доколе но опять имя милосердия доколе злодеи вот как бы элуким должно мы просим суда Гошем дальше мы сейчас увидим почему это правильно и по смыслу этого псалма до куда они торжествуют причем вот это яолозу вот это торжествует это справляют торжество это будет куда точнее перевод это не просто торжествовать а праздновать торжество и био и добру атак вот амру коль поле а вот разглагольствуют говорят и био это выражает мнение говорят заносчиво ну переведено и там и там это отражает некоторую основную линию перевода всяческие творящие беззакон фокус в том что и там это редкий глагол редкий настолько что в такой форме ну для тех кто знает ибрит это он единственный раз во всем писании он единственный раз и здесь и корень у него не говорить хотя переведено похваляются но корень у него не говорить у него другой корень у него корень амир амир это крона дерева и это тоже возносить крона это та которая возносила они украшают себя в в гимне и йом кипур ано ма мерех а ты мы ну правильный перевод там ты превозносишь нас а мы превозносим тебя но смысл там мы тебя как возносится крона дерева вот 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 для нас вот это дающе важное вызначение высь вот это вот крона вот такой вот образ глагол я не буду приводить доказательства доказательства что это именно в этом смысле глагол надо понимать амха адуна едакхаву да нахалатхав я ану 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 народ твой хатшэм подавляют притесняют наследие твое угнетают вот здесь начинается некоторая важная вещь вопрос о ком идет речь современные комментаторы если сейчас я открою скажем олам гатанах то они считают что этот псалом говорит о внешних врагах о тех кто то есть это псалом разрушения храма и говорит о народах которые это подавляют это сам я не могу утверждать о том кто эти злодеи то есть есть две линии комментаторов с форма говорит что это иноземные поработители многие многие комментаторы говорят что это злодей народа израиль и когда говорят народ твой хатшэм и наследие твое это праведных в народе или по крайней мере не злодеев потому что народ это не праведники а те которые не злодеи это чуть мягче почему мы это говорим почему я говорю что и я буду придерживать линии кстати что это не иноземцы а свои вот о злодеях которые есть тут очень сложный момент невозможно доказать категорически о ком говорит псалом у меня такое подозрение что специально так составлен что его можно в равной степени отнести к иноземцам и к своим к властям в этом смысле псалом он анархический а почему я так утверждаю потому что посмотрите на следующее на следующий стих а 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 и пришельца убивают сирот убивают но иноземцев как бы почему вдову почему пришельца почему сирот всех про всевышнего тот же Моше в книге дворин заключительная речь произносит осе мишпат етом в алмана он выполняет суд сироты етом и алмана и вдовы вот оно о хэв гер любит гер то есть это на самом деле и ты быть таким там такой мамок причем намек там потрясающий потому что перед этим вот Моше когда это говорит это 10 глава 17 стих дам ха чэм И дальше, чтобы было понятно, о чем идет речь, дальше тут же логика. То есть это скорее говорит про своих, про власти, про те, кто имеет возможность угнетать вдов и пришельцев и сирот. Но мало того, что они это делают. И говорят, не увидят, я это имя Всевышнего, которое в Галилуя, например. И это вторая половина имени Всевышнего, и это имя этого мира, вмешательство в этот мир. Опять то, что я сейчас цитирую, это Раш. Раш не поймет, не увидит, не заметит. Ревин, оно по-разному употребляется в Писании. Иногда это понимать, иногда это замечать, следить. И вот дальше следует... Вот злодеи, они же не просто злодействуют, они возносятся. Они говорят вслух, не увидят, не заметят. И далее следует... Неожиданность. Задумайтесь, вглядитесь, люди невежествуют. Ухсили им, мотай тоскиру. Когда образумаетесь, глупцы. При этом ксиль – это не просто глупец, это толстая глупец. Вот есть вот этот оттенок, толстый, но, понятно, не в смысле габаритов, а в смысле отъевшийся, который в начале XX века еще был термин психиатрический причем. Глупость рентера. Держатель рента, который не должен зарабатывать себе на жизнь, а живет с рентой просто, ну, которую он следовал. И он, у него очень ограниченное мировоззрение, очень ограниченные духовные запросы. И это некоторые накладывают отпечаток на человека. На самом деле ксиль – это вот такой вот. Вот когда в Торе вы видите ксиль, по-моему, сегодня из психиатрии этот диагноз исключен, ну, по понятным причинам. Боюсь, что даже не по объективным причинам, а по причинам политкорректности. Ну, равно как… Это, на самом деле, термин слабоумия рентера. Вот есть там салонная слабоумия, такой термин был сегодня, по-моему, его уже нету. Опять им не пользуются. Есть вот такая вот. Вот ксиль – это человек, слабоумие – это не просто глупец, это слабоумие человека, который не должен бороться за жизнь, зарабатывать на жизнь, и в силу этого он… Его ничего не интересует сверх того, что у него есть, и интересы в жизни умножаются на ноль. Точнее, ну, в более современных терминов первый и второй уровень притязаний. Я сыт и безопасен. Все остальное по боку. Вот первые два пункта притязания, они где-то вот здесь. Вот это в слове ксильзе. Это… Дело в том, что ксель – это сало. Не свиное, которое подкожное, а которое набрюшное, вот это вот… Ну, которое… Сальник то, что у людей называется в анатомии. Когда наберетесь ума, вот обратите внимание, к селе Матангис и Таскии. Никто не замечает некоторые особенности этого стиха. Вдруг идет обращение к тем самым… Буэрк – это не просто невежество, это пламенеющее невежество. Это невежество агрессивное. Вот обращение к ним, оно любопытное. И если кто-нибудь сможет заметить, откуда этот стих появляется, то будет очень приятно, мне будет очень приятно, что люди это заметят. Дело в том, что на самом деле этот стих, я сказал, что 94-й псалом, он в блоке псалмов от 90-го до 100-го, находится в едином блоке. В 92-м псалме «Мизмор ширма йомла шаба», псалом «Дня субботнего», когда говорится о процветании злодеи, то говорится «Ишбэр». Вот оно, невежество. «Лояда» – не знает. «Ухси» – вот этот вот, вот этот вот глупец. «Лоябинадзе» – не поймет это. Дальше говорится, что процветание злодеев временно, и что они пропадут. Но это в 92-м псалме, который обращен к праведнику. А вот здесь речь идет о отмещении. И вот здесь мы видим мощный разворот, потому что автор обращается к глупцам и просит их подумать. Он, на самом деле, это некоторая фундаментальная вещь, совершенно, вот если не понимать отсылок к псалмам до и после, а они здесь есть, то тогда некоторая очень важная особенность этого псалма проскользнет мимо, и это обидно будет. Там, в 92-м псалме, речь идет о том, что злодей пропадет, а праведник будет цвести. Как бы, я праведник, что со злодеями, ну, это их проблема. Серия анекдотов в этом стиле, твои крокодилы тебе, о них и беспокоятся. Здесь идет обращение к злодеям, чтобы они подумали и сделали чуву. То есть отмщение, о котором идет речь, автор вдруг говорит, что он заботится о злодеях тоже. В рамках отмщения. Станьте другим. В Палмуде дважды, два рассказа есть. где мужчины, мудрецы, один мудрец, один чудотворец. Раби Мея и Абухийский. Абухийский и чудотворец. про Абухийский, это менее известный мудрец просто, поэтому я про него рассказываю, этот рассказываю. Что когда в деревню к Абухийске стали приходить, ну, бельяные хулиганы, хулиганы, то Абухийский сказал, что-то вроде, чтобы они сдохли. На что ему жена ответила, почему ты просишь, чтобы сдохли? Проси, чтобы сделали дживу. И Абухийский, поэтому приводит это в качестве доказательства, что его жена проведена на него. Но дело в том, что точно такой же спор, пусть исчезнут злодеи, это Раби Мея читает, и его жена, опять жена, Брурия говорит, не исчезнут, ты неправильно понимаешь, не пусть исчезнут грешники, пусть исчезнет грех. То есть, как бы, они сделают шву, и тогда грешников не будет, не будет греха, не будет грешника. Это женское такое начало, вот Талмуд, вот это понимание, он дважды относит к женщинам. Дважды. Вот если в один раз, ладно, но дважды это уже показатель. То есть, как бы, женский ум, женская практическая. Здесь, вот эта женская сторона темы, вот она. Подумайте, глупцы, наберитесь, люди невежественные, и дальше следует. Вы же говорите, что они, что Бог не видит, не увидит и не услышит, да? Ханоте отзен, хало ищма, тот, кто сотворил ухо, ну, сотворил, на самом деле, посадил, прилепил к голове ухо, неужели не услышит? Создавший глаз, неужели не увидит? Тот, кто увещевает народы, неужели не увещевает, не накажет? Он учит человеку разум, он даровал человеку разум, неужели вы думаете, что он всего этого не знает? У вас странные идеи, вы говорите, что Всевышний не увидит, но сам слух дан им. Зрение дано им, поэтому он и видит, и слышит. Он дает разум. И вот здесь продолжение. Тот, кто учит человека разуму, причем разум в данном случае самый бытовой разум, житейский. Гошем знает мысли человека, хотя они ничтожны. Вот здесь вопрос, как надо понимать слово Габель. Габель – это, вообще Габель дословно – это пар. Теперь пар, который идет уже в там, или поднимается от земли. Эд – второй вариант этого слова. В переносном смысле употребляется в значении эфемерный, ну, дуновение мимолетное, когда здесь переведено было в красном шрифте. Либо как что-то ничтожное, суета. тогда, если это надо понимать как суета, тогда, несмотря на то, что они ничтожны. И вот здесь, на самом деле, может быть, второе понимание лучше. И вот почему. Злодеи что-то делают, они что-то мыслят. Всевышний, как бы не обращает на это внимание. О чем плачь до сих пор идет? Плачь в псалме идет, что на земле бесчинствуют злодеи, празднуют, веселятся, гуляют. Ахашем не обращает внимания. Ахашем знает, что они думают. И не обращает внимания на них, потому что их замыслы ничтожны. Они его планам не мешают. У него планы несравненно более широкие и глубокие. Счастлив человек которого Господь наказываешь, это стандарт Венгелиям, и чтобы он научил все таре твои, ну, учение твое. Что это дает? Лагашхит ломеймейра, чтобы сделать спокойными воды бедствия. Адхихарет лараша шаха. Ну, переведено, когда перед злодеем разверзнется бездна, слово шахат это да, бездна. А вот якоре, вот это слово, это не разверзнется, это переведено, ну, для пышности текста, потому что слово якоре это просто копать. Копают могилы, ну, в Танахе, копают колодца, копают ямы, пока не будет выкопано перед злодеем бездна. дальше тут кто выкопает бездну? Здесь стоит нефаль, страдательный залог, она будет выкопана, вот, из-за того, что это очень неуютно переводить в поэтическом тексте, когда будет выкопана перед злодеем яма, а здесь очень важно, что страдательный залог, что это не кто-то выкопает, а именно сейчас я, сейчас дальше будет видно, почему это важно, но вот разверзнется перед злодеем бездна. Килогеташ Адунайло Амо Унахалатолу Язов Ибо Хашем не оставит народ свой и на дело своего не покинет. Опять, то же самое, двойное понимание. Это народ, это народ Израиля и тогда речь идет о внешних злодеях или Нахалатхашем это праведные люди или как минимум не злодеи и народ его это тоже те, кто Амхата что называется. Да, вот есть такое хорошее слово в Иврите Амха, когда говорят у человека Амха, твой народ то всегда подразумевается простой человек приличный простой человек так понимает слово вот это может быть так и сейчас еще раз почему я коллегусь потому что конечно ки Нахалатхашем Амо прямо в той ибо народ его является долей Всевышнего это народ и поэтому враги внешне но 15 стих ки адцедак ешуф нишпа вахарап кольги шрыла ибо суд вновь вернется к справедливости а за ним и к нему потянутся все праведники прямые сердца честные люди и опять если это внешний враг то почему просьба о суде это внутренний враг причем этот внутренний врат это власть поддержающая не случайно говорю что псалом анархический в отношении вот теперь кто станет за меня кто заступится за меня в русском вы говорите одинаково слово заступиться корень вставать да вот в русском языке вы говорите то же самое якум это встать кто встанет мне кто заступится за меня удивительно но в двух языках и то и другое слово они сделаются однокоренными стоять и заступаться и выбрите библейском и в русском они однокоренные слова кто заступится меня когда я буду когда я буду в отношениях со злодеем кто встанет мне кто встанет встанет рядом со мной ну вот ничем ставить плечо к плечу со мной против тех кто совершает преступление это вопрос и тут же ответ если бы не вот это луле это если бы не такое необычное слово которое есть в игрите и нету в русском языке лу это если бы а луле это если бы не если бы не хашем был мне в помощь уже камиат камиат это вот сейчас вот сейчас немедленно это не почти а камиат это вот-вот вот сию секунду причем это должно быть выделено слово луле дана язрат ли камиат шахна дума вши вот это камиат должно быть сильно выделено вот сию секунду в бездну в безмолвии могильном здесь это правильно переведено пребывала в душа моя но душа моя это я на самом деле как нетрудно догадаться когда казалось когда я сказал я поскользнулся ну а соскользнула нога моя дословно я поскользнулся милость твоя поддерживал господь милостью поддерживал меня сейчас когда я в отчаянном положении я считаю что Хасим все равно до того как он появился с отмщением он все равно меня поддерживал сараф это в пламени во мне но для красоты добавлено либо несчастье либо несчастье в душе из-за множества отчаянных мыслей на самом деле вот правильный дословный перевод из-за множества мыслей отчаяния внутри меня твои твои утешения возвращали радость и шашу это возвращали радость моей душе неужели ты поддержишь престол жестокий простите я вот подсоединился только недавно а вы показываете экран или а я что не показал экран видны только вы а я сижу подчеркиваю слова как идиот я как-то считал что сегодня нету ну хорошо ты ж вежливый извините пожалуйста молодец барок спасибо дорогой сказали я просто забыл я приношу извинения ну плохо сейчас подумаю один момент который боится будет соединиться ли твой престол с кого-то это вообще жестокий но совершенно недавно в в 20-м по-моему в 91-м псалме да в 91-м псалме он спасет тебя от ловушки от мора губительного вот это слово боговод неужели неужели всевышний соединишь себя свое имя с престолом губительным я который которые возводят преступления в закон это действительно удивительно но эти преступники которых говорится о которых говорилось чуть выше те которые де им вознесшиеся власть возвышенная публика они же не просто совершают преступления они не совершают преступления они прикрываются закон когда они раздевают вдову и сироту они говорят что так справедливо и так положено по суду они принимают удобные им законы это вот такое возведенное в закон преступления мне вот не хочется там проводить параллели с современностью значит не хочется мне не хочется вслух проводить эти параллели мне не хочется озвучивать эти параллели но законы которые принимаются для того чтобы злодеи поступали по закону чтобы они совершали беззаконие по закону извините из недавнего там один президент сказал что он больше всех на свете сделал для уменьшения преступности в своей стране потому что он узаконил наркотики а значит преступников преступления стало намного меньше я реального политика сейчас цитирую то же самое если я принимаю закон что коррупция это нехорошо но законодателю брать деньги можно то у меня в стране никакой коррупции нет потому что коррупция это когда незаконно берут деньги а у меня ее в стране больше нету я с ней справился я ее поборол то же самое законы которые принимают могут принять для того чтобы преступникам было хорошо а когда они а здесь описано преступники у власти они не преступники они не совершают преступления они есть один жуткий прецедент в международном праве когда судей осудили за то что они выносили приговоры по закону это Малый Нюрнберг над судьями который был там было сказано когда судьи говорили мы действовали по закону говорили вы прекрасно знаете что эти законы были безобразием и неправильными вот этот прецедент он я не в восторге от этого прецедента но тем не менее или в восторге тут на обе стороны идут но здесь говорится именно про это но так как ты молчишь что получается так как ты всевышний молчишь что получается что ты поддерживаешь злодей ягуду альнепыш цадик дадам на ки ерши собираются ягуду ягоду это гдуд современном иврите корень слова гдуд это у нас сколько дивизия что ли дивизия по-моему не помню какое воинское соединение называется идут встроены идут войском на душу невиновного осуждают насмерть или до крови невиновного признают виновным благорщия это признавать виновным в суде и дальше заключительные слова и будет хошем мне мизгав это возвышенная крепость это крепость горная крепость станет твердыней и бог станет твердыней убежищем когда вот два комментария когда будет месть отмщение с которого начинается псалом бог отмщение в чем явись когда он явится он будет защитой или будущее время как настоящее он является мне крепость кстати в данном случае по мне так это очевидно повелительное наклонение а вот теперь следует самая главная часть 23 стих и вроде бы последний обрати их на них их грех и дословно перевожу и их злодейство пусть их уничтожат вот теперь вот вся сила построения когда он говорит подумайте сделайте чуму то он же имеет ввиду автор что ваше злодейство баджи убьет это несколько раз в псалмах есть эта мысль по поводу того что злодейство убьет злодея как бы такой закон природы но копает яма сам попадет да вы видите точно эта поговорка есть в русском по-моему есть или я просто настолько к ней привык что кальку автоматически в русский делаю по-моему есть в русском языке эта поговорка их злодейство надо понимать ваше же злодейство как бы это все вот подразумевание поэтому сделайте джу ваше же злодейство вас же уничтожит но далее следует погуби их то есть те кто не поняли те погиб своей же грехом то есть какой-то такой фундаментальный закон природы но дальше идет просьба всевышнего чтоб он их уничтожил вот это последние слова и вот здесь есть интересный момент я уже сказал этот псалом читается в геморгии то есть по средам и в носах ашкенас и в носах и сфарат то есть в европейских носах носах сфарат это хасидский носах это молитвенник хасидский ашкенас остальных носах ашкенас был создан раби яковом бенашером в основном основной там редактор был а носах сфарат это хасидские поправки в него чтобы привести к носах у восточных общин но в обоих этих носах у ашкенас после этого в геморгии читают сразу же первые стихи следующего псалма просто чтобы не оставлять вот это впечатление погуби их господь божий наш чтобы не оставлять это вот в таком вот в такой точке сефарды братья сефарды они вот так и оставляют вот и переходят дальше к следующей части молитвы а вот ашкенаса вслед за этим положено читать лэхун ранана ладана на риэл цургишэйном пойдем в шесты воспаем гашэма прославим бога спасения нашего мэкадма мэкадма панов батадав ну все знают это самое это каббала шаббат при встрече с субботой это читается первые три стихи первые три стиха следующего псалма просто читается делается это ровно для того чтобы хоть как-то смягчить вот это вот этот вот финал причем еще раз когда я говорю что этот солом любят проскальзывать вот это ашкенасская традиция несколько как бы заболтать его жестокий финал она вот она во всей красе она была в старинных сидурах уже появилась и я не знаю там рабы но этот самый Яков Бен Ашер он не с потолка брал свой сидур и у него есть основания откуда он это берет что нельзя оставлять на таком месте вот теперь вот я хочу заметить следующее и заметил это не я а такой есть профессор Раф Буденхай что если поместить весь этот псалом в контекст предыдущего и следующего то возникает удивительная вещь что это единственный псалом вот например как в отличие от Низмор псалом дня субботнего где мысль псалма дня субботнего состоит в том что злодеи погибнут а я буду я прадедник процвету как пальма здесь есть нема оттенок что бытов амха среди народа и злодеем надо сделать чудо вот это вот оттенок здесь есть причем для того чтобы понимать насколько псалмы связаны друг с другом первые вот этот вот псалом то что идет дальше и перевод сюда не поставил ну не надо это 93 это предшествующий псалом посмотрите что хорошо 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 так есть не надо вот то это что л это Обратите внимание. Хошем Малах геут лавеш облатился величием. Вот это геут, выделены слова, которые нужно обращать внимание. Геут лавеш облачился величием. Нахомки сахами ад и издревни твердо престол твой. Насу нахарот хошем насу нахарот колам поднимает волны голос свой. Вот теперь геут кисе насо. Вот теперь начало нашего псалма. Генасе возвышен престол. Возвучься, судья земли. Возвучься. А вот теперь альгейн. Те, кто позволяет себе подняться. На самом деле, предыдущий псалом, который говорит громчелевущих вод грозных морских валов голос с Господа в вышине. Миколат маим рабим адирим мишбре ям адир вомаром хошем адунай. Кстати, для тех, кому интересует поэзия, это вот она. Значит, Миколат маим рабим адирим мишбре ям адир вомаром адунай. Девять мемов. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. На девять слов. Девять мемов. Пять рейши. Про литерацию. Миколат маим рабим адир мишбре ям адир вомаром о литературе. Значит, громче гривущих вод, грозных морских водов. Голос ошем апостите. Вот, переход сюда, отсюда, из вот этих вод. Я напоминаю, когда поляки, вот эту катастрофу Польши, шведы, русские, кто там, французы там одновременно были, называют потоп, как Роман Синкевича, то они имеют в виду, ну, не это, правда, в самом другое, я могу сказать, какой, но вот это потоп, как катастрофа, вот это на земле катастрофа. И вот за этим, вот за этим, грозно ревут потоки, не потоки, люди, злодеи. И вот здесь сразу после этих стихов. Бог, ошем, отмщение, явись. Извините, еще раз, Бог шесть стихов, три раза имя Всевышнего, на три, и еще три слова, другая связывающие. И вот здесь явление вот это. Когда земля сметается с злоденем, вот эта мысль, кума хашем, шафта хааратс, встань, хашем, суди землю. Шафта хааратс, там шутка состоит в том, что читай не только шафта, но шатфа, смой землю. Как во время потопа. Там подразумевание такое есть на псалме, и оно не столько дра, сколько чуть ли не пшат прямой. Вот эта сторона медали, когда мы говорим о Всевышнем. Евреи современные не любят о ней говорить. И не любят произносить это в словах. То ли потому, что не созвучно времени, то ли потому, что вообще не любят говорить. Но еще раз, книга псалмов это то, как нормативный еврей понимает, как существует мир. И это правильное понимание пусть сложное, пусть многогранное, но оно правильно просто по факту канонизации книги. Вот эту сторону жизни, что Всевышний увещевает народы, и что он молчит, когда нехорошие люди ходят по площадям и кричат, что мы поступаем правильно и так и надо. То, что здесь говорится прямо в псалме. Для него, в свете его планов, их замысла хедр, суета, пройдет. Хамаясер Гоин, тот, кто увещевает народы. Вот здесь есть одна мысль, которая довольно важна. Он увещевает народы, разве он вас, отдельно взятых людей. Вот что здесь важно. Он, вот мы все знаем катастрофы национальные, катастрофы народа. Халуюхиах, честного человека, честного злодея. Как-то это забывается. А вот этот псалм возвращает это. И в этом псалме есть еще одна удивительная особенность. 94-й псалм, во всем этом блоке псалмов от 90-го до 100-го, то есть 11 псалмов Мушен. Он единственный, который не космический, потому что предыдущий, 93-й, который я сейчас показал, выцарился Гошем, облачился величием, да, он космический. Следующий, он тоже космический. Прославим того, в чьей руке бездны земли и парящей горной выси, кому принадлежит море. здесь спуск на землю, спуск в солнце. И чтобы было понятно, почему я так хочу 93-й псалом, предыдущий псалом связать с этим, посмотрите на 13-й стих, чтобы сделать спокойными воды злые. И вот валы морские, ревущие, пребывающие псалма вот сюда поместить, чтобы было понятно, что здесь все это делает. То есть как бы мир, он может быть совсем плохой, когда ну там все, кто знает историю, может перечислить чудовищные периоды, когда именно злодеи благоденствуют. И причем мало того, что благоденствуют, они доказывают, что они живут правильно, а те, кто обыдло, которое это не понимает, они ничего не заслужат. И так устроен мир, и так устроен наш закон. Говорит Эльна кому-то им будет отомщено. Это просьба, и вот эта месть, которая милосердия. Вот с чего начинается пациент. есть месть, которая милосердие. Но она, я напоминаю, с чего мы начали, с 30-ти, шрат газину, песня в конце книги дворей, линакам вишелен, мне отчение и зарплата, воздаяние, воздаяние в смысле уплата, конечный расчет в месть расширен. Вот она и по суду, и по милосердию. Вот Псалом об этом. Но вот где-то вот это я хотел сказать. детство есть. Так что получается, мы должны сидеть и, так сказать, праведники думают так, значит, нам во время бедствия за наше хорошее поведение нам будет спокойно, а пусть вошли за нас мысли. Нет, подождите минуточку, вы что-то путаете. месть и попытка восстановить справедливость это разные вещи. Это разные цели. Одно дело у вас разные цели полагания. Восстановить справедливость это цель та, которая здесь сказана. Подумайте, попытаться сопротивляться. Это то, что делают народные, ну, давайте, грубо говоря, в современных реалиях, то, что делают демонстрации, то, что делают, есть много способов воздействия на власти, ну, не всегда возможных, конечно же, но все-таки обычно есть. Месть, грубо говоря, грубо говоря, если одна шестая часть населения готова встать с оружием, правительство должно уйти. С оружием. Не просто готова встать, не просто против, а вооружиться. не понимаю, какое правительство правительство любое власть, право власти, оружием, силой, сохранить власть за собой по формуле Талмуда до одной шестой населения. Пять шестых населения, если готовы поддержать действием или молчанием, то правительство имеет право остаться у власти. Если правительство нужно уничтожить отбушистую часть населения, чтобы утвердиться, оно должно уйти. Это формула Талмуда. Что? Для чего этот пример вы привели? Я не поняла. Вы спросили, можем ли что-то сделать с властью. Ответ вооруженное восстание нет, не должны, это неправильно. Никакого отношения, я про никакую власть ничего не спросила. Я спросила про народы, которые, я так понимаю, что народы мы должны обместить народом. Элла, Элла, ты сначала слушала меня. Ну. Я хочу сказать одну вещь. Это псалом, где дважды, два раза, есть два стиха, которые заставляют думать, что речь идет о злодеи, это народы. И вот почему. Вот этот, пятый стих. Мород твой гаше подавляют, и твое наследие угнетают. Я это пытать либо страдать, угнетать. И еще раз это повторено. Где там это? Дважды это повторено. А, вот оно. И логи тоже хашем амо у нахалата ало и азов. Ибо хашем не оставит народ свой и свое наследие не покинет. Да? У нас два стиха, которые заставляют понимать весь этот псалом, что страдающие это народ Израиля, соответственно, по логике вещей, те, кто причиняет страдания, это народы. Правильно? Эти два стиха основа для тех, кто так считает. Что этот псалом надо понимать как надежду, что Всевышний только вмешательство Всевышнего поможет нам справиться с народом. Вот то, что здесь сказано. Причем замечу, что народы уже поработили. Народ это не внешние враги, а это враги, которые уже победили. Они уже празднуют на наших площадях. Они уже сейчас говорят, что мы правы. Это чтение одно. Еще раз чтение, например, сфор. Проблема в том, что каждый раз после такого стиха вот вот народ твой хашем, но дальше следует вещь, которая возникает изумление. Вдову пришельца убивают, убивают сирот. Враги-то тут причем? Почему врагам? Они всех убивают. Более того, вообще-то, чаще всего в войне, за исключением некоторых современных войн, чаще всего страдают наоборот власть придержащие предыдущие, не вдовы, пришельцы и сироты, а наоборот. Потому что враг пытается уничтожить верхушку. Почему вдруг идет речь о несправедливостях, причем зная контекст? Потому что, например, вдовы и пришельцы это как бы такая самую уязвимая часть общества. Проще всего как бы обидеть, унизить. Если вы захватили страну, то вы всех можете уже обижать, не только вдов и сирот, кого угодно. Но эти самые как бы смотрите, тогда еще раз, тогда вам надо понять, теперь давайте еще раз, 15 стих опять, ибо Хошем не оставит народ, ибо к справедливости вернется суд. Опять тот же самый. Еще, теперь, если мы говорим про инородных, то тогда 8 стих, поймите глупцы, которые внутри народа, невежественные, когда наберетесь разума, это не обращение к инородному поработителю. Правильно? Я понимаю. Это обращение к своим. Так он и этот, так этот салон и к своим. потому что может быть ситуация с собственными идиотами, которые враги. Есть два четыреха. Я так понимаю, так и так. Да, но нет, нет, мне не нравится идея понимать его и так, и так, в том смысле, что понимать надо либо так, либо так. То есть, когда вы читаете его про врагов, вы его целиком читаете про врагов внешних, поработителей, когда вы читаете его про своих, вы целиком его читаете про своих. Вы не можете читать это то, что я вслед за Льюисом Кэролом называю бумажник, где слово означает две вещи одновременно, причем нераздельно одновременно. Вот есть вот то, что Льюис Кэрол остроумно назвал слово бумажник. Вы его должны понимать одновременно и так, и так. И это регулярно в псалмарстве кэрол. Когда два чтения, они одновременные, и они неразделены. Здесь вы должны разделить чтение ситуативно, то есть, либо вы читаете целиком так, либо вы читаете целиком так. А читать гибридно, ну, разве что какое-нибудь нео, извините, сейчас я вспомню слова, подождите, мне нужно вспомнить просто, что вы, чему меня учили на уроках марксизма и ленинизма. Неоколониализм, да, неоколони... неоколон... Слушайте, давно не... Неоколон... 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 Не могу произнести. Неоколон... Неоколон... Сейчас, я скажу, в чем он состоит. Это великая идея, американская идея, это великое изобретение доктрина Монро, великое изобретение, где нам не нужно для того, чтобы превратить страну в колонию, ее захватывать, а надо купить начальников, а они сами все сделают. Великая доктрина Монро. Тогда, когда вы понимаете, что ваши начальники целиком куплены внешними врагами, я не говорю, что обязательно американцами, боже упаси, мало ли кто тут покупает кого. Это не то, что американцы первыми придумали, до них это тоже делалось. Значит, и тогда вы в лице, сейчас еще одно слово нужно вспомнить, как называется продажные собственные богачи, как специальное слово. Слушайте, давно я не учил марксизм, лимнинизм обратно же. Коллаборационисты. Нет, другое слово, другое, другое слово, эти самые совсем нехорошие люди, люди, редиски. Нет, 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 там умное слово очень стоит. О, господи, вдруг слово вылетело, сейчас вернется. Которые продались за доход, который они имеют от торговли с нехорошими поработителями, с этого живут. То тогда вы, конечно, можете сделать такой замечательный гибрид из колониальных властей и внешних правителей и читать это гибридным образом. Но это будет очень хорошо соответствовать, кстати, псалом именно этому. Но вот правильно это или нет, тост Гедания вспомнили? Кто-то буквально понял этот псалом. пост Гедалия все помнят честь чего? Да, приблизительно помним. Гедалия был наместником был егуды, был иудеи, и он еврей, которого особо резко националистов убили. в результате многие из тех, кто оставались в земле Израиля, сбежали в Египт от врага, испугавшись. То есть если вы читаете против Гедалии и его начальников этот псалом, то у вас получится отлично сделать из него полный гибрид. Тогда вы можете читать обе мысли одновременно, и вы увидите, что это действительно хорошо получится. И Но если не гибридно, а про народы, тогда кто эти Баарим, Баам, Юксилим? Если народы. Про народы тогда тогда вы вот этот стих десятый хайосер гоим хамою хех разве не осудят наказывающие народы, то он и ваш народ, проботителей, тоже осудит. Вы так должны это понимать? Не, но кто тогда Ксилим? если когда нужно месть народов? Кто Ксилим получается? Смотрите, читайте с формы, если хотите так читать, то это народы, которые не понимают, что Хашем тот самый правед, который все исправит, а они просто этого не знают, они глупые, ну и так далее. Я могу это так прочесть. Мне кажется, что дело в том, что дурное отношение к народам, которые не понимают власти Всевышнего, не свойственно Танаху. В Танахе этой мысли нет. В Танахе мысли о том, что горе, которые не поклоняются Всевышнему, такие-сякие нехорошие, это мысли не Танаховская. То есть народы-то могут быть такие-сякие нехорошие, но язычество никогда не ставится в вину народа. То есть к ним вообще никаких требований? Вы нигде этого не найдете, этой мысли. То есть к ним никаких требований? Нет, никаких упреков. Требований есть, они должны быть. Упреков к ним по этому поводу нет. Понятно. То есть они не считаются как пиво? Нет, они считаются, но евреи не ищут празелитов, как мы помним. Евреи не призваны пропагандировать монотеизм. У нас нет такой заповеди. а если если бы это была обязанность народов, то тогда была бы заповедь. У нас есть обязанность, которая запрещает нам способствовать идолопоклонству. Это да, это правда. Но искоренять его на чужой территории, у чужого народа, с чего вдруг? Ну, это я как бы так и не понимаю. Хорошо, спасибо. Спасибо. Что значит не понимать? Это надо понимать. Это рамбан, посмотрите его предисловие к Сефер Векухим. Почему евреи всегда избегали диспутов? Потому что у них всегда был один вопрос. Что получает победивший? Вы, христиане, получите как бы право евреев крестить, и это ваша цель. Мы, выиграв, что получим, сделать вам обрезание, знаете, у нас нет такой мечты и такого желания. Мы к этому не стремимся. Нам выигрыш не нужен. Додумаешь дома. Ну да, хорошо. Окей. Мы отпускаем меры. А что это за намек был насчет ксилим? Мне он просто очень нравится, потому что надо понимать эти малые. Я очень люблю точные этимологии слов. Я просто очень люблю эти игрища. Это вопрос просто как понимать. ксили слово кэссель в Танахе. Например, при описании частей жертвенных животных это брюшной жир, брюшина. Не брюшина, это сайник. Вы знаете, где сайник находится у млекопитающих? Это желтый такой жир, белый жир, извините, который покрывает брюшина со стороны передней стенки. Вот это называется сайник. Но он запрещенный этот жир. Его запрещено есть, пользователь разрешен. Это принципиально тогда, почему по-вашему мышки так любят свечки в старинных картинках? Потому что свечки сайные из-за этого делают. Им можно смазывать сапоги, им можно делать свечки и так далее. Но его нельзя есть. Когда речь идет о чистых животных, которых приносит крем. Теперь. Слово ксиль однокоренное к нему. Слово ксиль однокоренное к нему. По этому поводу слово ксиль, и я могу несколько стихов показать, это вот такой вот человек, который оглупел от жира, не в том смысле, что жирный значит глупый, а в том смысле, что он ничем больше не занимается. Еще раз, это слабоумие, слабоумие рентье в терминах, не откройте книгу Расперсу, если кому-то интересна психотатология. Вот. Ну, да. Но я его слово знаю в Кагелите есть. Абсолютно верно, и там смысл тот же. Там смысл тот же. Кагелите. Мне просто вот такие точности очень нравятся. Вопрос, нравятся ли они другим, нужно ли их рассказывать. Но я их люблю. Окей. Я предлагаю отпустить Мейера. Спасибо. Ладно. Конечно, недогласно. Мейер, спасибо огромное. Будем додумывать. Всем счастливо. Спасибо. Всем счастливо. Пока. Всем счастлив. Продолжение следует...